Тема нашего сегодняшнего общения это проблема рейдерства, рейдерских захватов. Тема очень болезненная. Предприятие, в территории которой мы сегодня встречаемся, конечно, в себе в полной мере ощутило всю тяжесть этой проблемы. И во многих местах и нашего города, и нашей страны хорошие, эффективные предприятия подвергаются атакам самым настоящим, потому что недобросовестные конкуренты, чиновники, силовики очень часто обращают внимание свой алчный взор на тех, кто хорошо работает. И, в общем-то, стараются прибрать к рукам, присвоить. И выливается это зачастую в конечном итоге даже не только и не в смену собственника, а фактически в уничтожении таких предприятий. И таких примеров мы видели великую массу. Многое из этого происходило, к сожалению, вот на наших, что называется, с вами глазах. Здесь один из тех случаев, когда своевременно удалось подключить наших товарищей, депутатский корпус, общественников, активистов. И, в принципе, уже длительное время удавалось отстаивать это все дело. И, насколько я понимаю, ну, в общем-то, не для того, чтобы самих себя похвалить или что-то еще, но я так понимаю, что на определенном этапе это вмешательство носило решающий характер. И благодаря ему, собственно, удалось сохранить то, что есть. Вот, другое дело, что не оставляют в покое, вот, и мы видим, что и здесь, и даже, может быть, ну, какие-то несколько более находящиеся на слуху предприятия, да, все равно подвергаются атакам. Здесь, наверное, такой наиболее яркий, что ли, пример, это, конечно, совхоз имени Ленина, Павел Николаевич Грудинин, вы знаете, после того, как принял участие в президентских выборах. До сих пор его за это наказывают, мстят ему, уже больше, вот только вы думаете, 700 судов за два года по нему прошло, и продолжают на предприятии, в общем-то, висеть, что называется, домоклов меч. Мы, коммунисты, в этом смысле видим свою роль в защите, конечно, в первую очередь трудовых коллективов, потому что для нас очень важно, чтобы сохранялись рабочие места, чтобы сохранялись люди, чтобы сохранялась возможность иметь нормальную работу, производить качественную продукцию. И для нас это не только защита, ну, знаете, в нашей программе, в общем-то, есть предусмотренные пункты поддержки, там, малого, среднего бизнеса, да, предприятий. Но для нас это не только, вот, поддержка, там, бизнеса, да, в собственном смысле этого слова. Для нас это, в первую очередь, сохранение промышленного потенциала Москвы, сохранение рабочего класса, который, конечно, единственный только и может быть вершителем истории. И в этом смысле то преступление реформаторов, которые, когда разрушали Советский Союз, когда уничтожали советский строй, когда создавали вот эту нынешнюю экономику, конечно, самое главное преступление их, или одно из главных преступлений, это, конечно, уничтожение промышленного потенциала, деиндустриализация нашей страны. Тяжелейший удар был нанесен рабочему классу, от которого он оправляется постепенно. Классовое сознание у людей формируется, растет, укрепляется. Вот, но это длительный процесс, хотелось бы, конечно, чтобы он шел интенсивнее, и мы, со своей стороны, будем всемирно этому содействовать. У нас, значит, дорогие друзья, здесь есть целый ряд товарищей, кто хотел бы тоже высказаться, поделиться своими идеями, соображениями. Значит, со многими из них мы уже очень давно работаем, поддерживаем самые дружественные отношения, поэтому я, в принципе, сейчас вот как бы вводное свое слово сказал. Я думаю, что будет правильно, если мы предложим высказаться. Пожалуйста, Галина Костецкая, директор мебельной фабрики, все вы ее прекрасно знаете. Я в этом смысле схожу в виде стола, выступаю место для того, чтобы можно было высказаться. Как депутат, предоставляю слово. Пожалуйста. Здравствуйте. Благодарю вас, во-первых, что вы все пришли поддержать нас. Для нас это очень важно, для нашего предприятия это жизненно важно. И я хочу сказать, что когда говорят не только КПРФ, вот я даю вам честное слово, в 2013 году, когда все только случилось, мы с помощницами отправили обращение везде, во все фракции. Мы отправили письма президенту, в прокуратуру, в Следственный комитет, в ЛДПР, в другие фракции. Мы не получили ни одного ответа. За все это время нас поддерживает единственная фракция, это КПРФ. За это время я стала коммунисткой. И я горжусь, потому что я дочь коммуниста и я внучка коммуниста. И я хочу продолжить эту тему. Это наша любимая Москва, наш город. Что в нем происходит? Вы все прекрасно знаете, какие громадные предприятия в нашем городе были. ЗИЛ, АЗЛК и другие. Которые обеспечивали работой миллионной людей. Дорогие мои, на сегодняшний день в Москве по официальной статистике только 600 тысяч человек работают на промышленных предприятиях. Вы вдумайтесь на эти цифры. Половина из 600 тысяч человек обслуживает ТЭЦ. Что это значит? Вы видите, сколько всего в городе промышленных предприятий. Их почти уже нет. А теперь скажите мне, пожалуйста, они куда-то переехали? Вы слышали, что ЗИЛ куда-то переехал? Или АЗЛК куда-то переехал? Их просто уже нет. Вместо них мы имеем парки развлечений. Вместо них по всей стране, вместо громадных предприятий, построенные трудом наших отцов, матерей, дедов, бабушек в трудных условиях. Парки развлечений, торговые центры. Это наша национальная трагедия. Это праздность. Это ленность, которая насаждается новым поколением. Для того, чтобы люди работали, у них должны быть рабочие места. Не может вся страна стать серой услуг. Это ненормально. Нам нужна здоровая экономика. В этой экономике должны быть сильные предприятия, производственные предприятия, научные институты, которые обеспечивают базу и для нашей обороны, и для нашей экономики. Вот мы сейчас находимся на исторической промышленной площадке в нашем городе. Даже, может быть, кто-то знает про это больше, чем я. Я здесь работаю почти уже 20 лет. Некогда, вот то, что мы видим, это научно-исследовательский институт авиационной промышленности. Как написано и сейчас в интернете, это ведущий научный институт в области авиационного строения. В 2013 году контрольный пакет, государственный пакет акций этого института продается компанией под названием Primal Invest. Собственники данной компании, это Кипрский офшор. Скажите мне, пожалуйста, ведущий оборонный научный институт страны может быть продан Кипрскому офшору? Нет. С этим же вопросом мы обратились сразу в Следственный комитет, поскольку многие из наших сотрудников являлись еще и акционерами этого института. И, как мы узнали, те лица, которые в этой компании фигурировали, Primal Invest, они уже привлекались Следственным комитетом по уголовным делам за разрушение других предприятий. В 2000 ничего не ответов на эти обращения не произошло. Институт стал резко менять свои финансовые показатели. Вы понимаете, почему. В 2017 году второй контрольный пакет акций, который чудесным образом почему-то стал принадлежать жене бывшего генерального директора Сироткина, он продается другой группе рейдеров. Виргинские острова и, как мы уже знаем этого человека, Владимира Мироновича Полихата. Вот упомянули совхоз имени Ленина. Это человек, который задается целью просто уничтожить это громадное прекрасное предприятие. Но если некоторые не знают, что это за человек. В 2000 году он осужден за подделку продукции, отсидел два года, вышел по амнистии, дальше занялся рейдером, замешан во многих уголовных делах, а потом становится почетным гражданином нашей страны. Спонсирует Нику, спонсирует олимпийские мероприятия, становится спонсором Ксении Анатольевны Собчак на выборах. И вот мимоходом покупает и этот институт тоже. 2017 год, сейчас 21 год. Вот смотрите, основные активы этого института, 11-этажное здание, продано. Дальше здание, продано. В том числе физическим лицам. Вместо цехов научных открываются пятерочки, открываются просто офисы. Громадный актив, находящийся на Кжельской улице, этого института, продан. Мы пишем опять многочисленные обращения. Родин Владимир Романович, Рашкин Валерий Федорович, Геннадий Андреевич Зюганов. Обращаются в Следственный комитет, в прокуратуру. Приходят отписки. Приходят отписки, в которых написано, да, мы видим присутствие уголовного преступления в том, что государственные акции, проданные офшору. Да, мы видим это. Но мы ничего не можем сделать. Вот давайте разберемся, как такое может быть. Если нам такие серьезные, серьезные организации, как Следственный комитет, прокуратура, говорят, что они бессильны. Каким образом это может происходить? И я вот обращаюсь к депутату опять. Денис Андреевич, спасибо вам огромное, что вы пришли. Но давайте еще раз обратимся. Но это же какое-то невозможное какое-то объяснение. Да? Каким образом? Они говорят, что это частная организация, и мы не можем вмешиваться. Вы знаете, вот у меня немного акций этого института, но я готова их отдать государству в какой-то форме. Подскажите, в какой. И чтобы государство имело право вмешаться в это беззаконие, пока институт не уничтожен окончательно. Расхищаются государственные оборудования, сотрудники, ценные научные кадры. Они уже практически не работают за забором. А вместо этого жирные и наглые бандиты просто расхищают все на глазах в нашем городе. Мы лишаемся рабочих мест. Это ненормально. Так быть не должно. И вы знаете, наше предприятие фактически вот так вот сложилось, да, что мы единственное препятствие на пути этих бандитов. И мы продержались уже 8 лет. За это время мы были... Нам отключили воду. Мы полгода работали на дизельном генераторе. Пять раз нам трактором сносили эти ворота. Нас не пускали на работу. Чего только с нами не было. Но правда должна победить. И поэтому мы вместе должны за нее бороться. Должно, понимаете, вещи должны называться своими именами. И за преступление должно быть наказание. Поэтому я верю, и я буду добиваться всеми силами, чтобы это так и было. Спасибо. 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 Конечно, если, значит, есть необходимость, да, повторно от имени депутатского корпуса обратиться к соответствующей структуре, чтобы придать импульс. Да, давайте, конечно, это сделаем. Я полностью поддерживаю эту идею. Спасибо вам за ваше яркое и очень убедительное выступление. Значит, я бы хотел... Да, давайте еще раз приветствуем. Спасибо. Значит, Владимир Митрохин. Просьба подойти. Значит, это в прошлом хозяин продовольственного рынка, также столкнувшийся с той проблемой, которая у нас сегодня вынесена. Да, пожалуйста, просьба подняться, чтобы всем было друг друга хорошо видно, слышно. Пожалуйста, расскажите по своем опыте о своих предшествующих заключениях, ну и о том, как вам видится эта ситуация. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо, что вы пришли. Да, я хочу рассказать о нашем предприятии. Это ЗАО «Союз Агрессервис», которое вот здесь находится недалеко, буквально в одном километре. Это юго-западный округ. Напротив Рио, если знаете, там когда-то располагался что-то типа рынка, вообще это называлось торгово-производственной базой. Там было порядка 500 работающих, задействованных людей, которые занимались всевозможной торговлей, ну и небольшим каким-то производством. В 2015 году неожиданно из управы района Академической поступило письмо о том, что сносится одно из строений, капитальное. По каким-то непонятным совершенно причинам, то есть без всякого объяснения, через месяц. Ну мы, соответственно, отписали везде, написали, что это здание капитальное и никаким образом не может быть снесено без решения суда. Параллельно мы обратились в прокуратуру юго-западного округа, тогда прокурором был Левченко. И этот, ну и он вызвал своего заместителя, изучили они документы по поводу капитальности зданий именно на этот предмет, потому что без суда капитальные здания не могут быть снесены в городе. И он дал указание заместителю Вилковой Ольге Петровне, то есть воспрепятствовать всячески этому сношу. Однако, когда подошло время, я к ним несколько раз приезжал, хотел получить вот этот какой-то документ, предупреждающий управы о недопустимости нарушения закона. Однако, этого сделано не было, и в тот день, который должен был произойти этот снос, я приехал, она сказала, что вот еще все еще не готово, да, и здание было снесено. Ну, потом она на следующий день это предупреждение не выпустила, но вот это произошло вот почему-то, почему-то прокуратура вовремя не выпустила этот документ. Следующий, да, ну мы соответственно тут же по поводу сноса обратились в суд. Суд признал действия администрации префектуры и управы незаконными. Причем во всех инстанциях, вплоть до Верховного Суда. До сегодняшнего дня уголовное дело не возбуждено. Куда бы мы только ни обращались, то есть, имея преюдиционное решение на руках, мы не можем возбудить уголовного дела. А без уголовного дела мы не можем ни возместить убытков, ни восстановить, скажем, это здание вновь. То есть, в течение шести лет правоохранительные органы было написано и списано такое количество бумаги, написано столько заявлений, они просто не возбуждают уголовные дела. Но в последнее время мы, правда, обратились еще в Следственный комитет, так как это, то есть, сотрудники властей, правоохранительных органов, они подлежат, их дела подлежат расследованию в Следственном комитете. Мы обратились в Следственный комитет Юго-Западного округа. Юго-Западный округ Следственный комитет переправил в прокуратуру Юго-Западного округа, прокуратура Юго-Западного в прокуратуру Гагаринскую. Гагаринская прокуратура переправила в Следственный комитет Гагаринский. А Гагаринский следственный комитет, обратите внимание, они должны, только они должны рассуждать, они переправили в то отделение полиции, которое совершило, собственно, которое охраняло, когда это сносили. И участковый вынес решение о том, что все произведено законно. То есть суд признал, то есть невозможно возбудить уголок, то есть существует решение суда о том, что совершенно незаконно. Участковый, вот такое интересное явление происходит иногда у нас. Ну, на этом дело не закончилось. Еще я просто хочу рассказать только два эпизода. Эпизодов на самом деле было очень много. Были драки, понимаете, этих 400-500 человек, которые находились там, они, конечно, защищали и свое имущество, и то есть было очень много. А активное участие в этом захвате, то есть с той стороны, то есть именно вот эта сила, которая двигала, это были элементарные солнцевские бандиты, которые, ну, как вот мне объясняли, я это не понимаю, но смотрю, ребят, крепкие телосложения, а местные люди говорят, да это вот это, солнцевские. Вот, ну, что происходило дальше? В 17-м году неожиданно группа вот этих самых крепких ребят прошлась по территории и разбила, ну, там большое количество павильонов стояло, больше ста, ну, и одну треть, скажем, разбила вот эти все витрины, там, да, палками, там, да, но мы тут же обратились тоже в отделение полиции, в прокуратуру, ну, оттуда увидели полное бездействие. Вот, и с очередным заявлением, приезжая к той же Вилковой, которая до этого вовремя не написала по поводу сноса здания, она, принимая у нас это заявление в очень резкой форме, с криком, сказала, что вот вы узнали о том, что я провела сегодня координационное совещание по поводу сноса вашего предприятия завтра. Мы приехали вообще по дорогу по поводу, ну, как бы, по предыдущему эпизоду, который произошел в несколько дней, и узнаем о том, что проводилось совещание зампрокурором округа о том, что будет снесено завтра. На вопрос, а на каком основании есть решение суда, есть хоть какое-нибудь решение, ответа не поступило. И на самом деле, на следующий день, там приступили к полной демонтаже и сноса предприятия. Просто приехали та же группа людей, но, конечно, бы им не позволили, потому что там у нас достаточное количество людей, ни за что бы не позволили, но полиция академического района плотно принялась на стороне солнцевских бандитов защищать, так сказать, да, то есть вот таким образом, совершенно диким, даже не так, как какие-то суды или еще что-то, просто диким способом, без всяких оснований, начался снос. Этот снос происходил в течение месяца. Там очень большой работой, объем работ был. И это работали там сварщики, там все это сносилось. То есть, когда люди пытались защищать свое имущество, мы, в том числе, нас тут же забирали в отделение полиции и держали там. А бандиты эти там расхоживали, да, свободно там, да. Ну, были драки, понятно, они там кого-то, да. Было огромное количество заявлений. Было заявление, имеется в виду, выше, 0,2 и так далее. Когда сотрудники, там, 0,2 из города, скажем, приезжали, то сотрудники академического района их встречали и говорили, ребята, мы здесь разобрались, что здесь все нормально, вы можете ехать. И те действительно уезжали. Да, и те уезжали. И сколько бы заявлений ни писалось, то есть огромное количество, их сотни зарегистрированных, они и по сегодняшний день в архиве хранятся все это. И по сегодняшний день мы ничего сделать не можем. Совершено огромное количество, то есть вот этот рейдерский захват, вы же понимаете, статьи рейдерский захват на сегодняшний день в уголовном кодексе не существует. Что это такое? Мы только, мы только все понимаем, что это такое рейдерский захват. Это понятие, какое-то народное, что ли. А юридического понятия не существует. И не существует, соответственно, как с этим явлением бороться. А это явление обширное, оно у людей квартиры отнимают. У предпринимателей отнимают предприятия. Оно огромное, просто мы даже не представляем, то есть не оценен объем. Но, внимание, я говорю по своему опыту. Это полиция. Это правоохранители наши. Это прокуратура, которая проводит координационные совещания на предмет полиции, объясняет и власти. Прокуратура объясняет власти, управе, как себя вести в случае, когда происходит захват. То есть, кто у нас руководит? Ну, вот на местах, я имею в виду, я не говорю, что выше. А получается, что в округе, я так задумываюсь, руководит, да, руководит прокуратура, что ли, заместитель прокурора. Кто это, заместитель прокурора? Так, на одну минуточку. Просто я открыл интернет и посмотрел. Велкова. Ольга Петровна. Ее отец. Когда-то был заместителем генерального прокурора России. был снят в должности, постепенно отошел сначала на область и, так сказать, пропал. В средствах массовой информации написано за крышевание солнцевской преступной группировки. Это не мое. Это средства массовой информации. То есть, он был отстранен и уволен. Его дочь попадает каким-то странным образом на территорию Юго-Западного округа. Юго-Западный округ, территория Солнцевских. И поддерживает, и они у меня там, вот у нас там, да, хозяйничали. Что ж такое происходит? Где же наша вышестоящая московская прокуратура, генеральная прокуратура? Как могут люди вот просто попадать, да, и вот без всяких оснований по сегодняшний день, шесть лет, все это происходит, ничего не сделано для того, что хотя бы кого-то привлечь к ответственности. В ходе этого рейдерского захвата было совершено очень много отдельных маленьких преступлений. Это избиение, это удержание людей, это там наезды тракторами, драки. По поводу этого было написано огромное количество заявлений, и по поводу всех их поступили отказники. То есть отказные материалы. Почему? Ну, наверное, думается так, что, наверное, наши правоохранительные органы заинтересованы в том, чтобы вот это все происходило. По какой причине, известно. То ли они сами участвуют в этом, то ли, ну, это как минимум служебное преступление, если они что-то не хотят делать, по какой-то причине. Или участие, да. Я сейчас, ну, пользуюсь случаем, хочу, да, попросить, да, вот, депутатов, которые здесь присутствуют, все-таки обратить внимание на вот эти рейдерские захваты, которые существуют в огромном количестве в городе. Ну, мне думается, что необходимо собрать данные по поводу всего этого дела, какую-то базу данных создать, проанализировать это все. Ну, и, наверное, нужно выступить с какой-то инициативой, как мне кажется, по поводу внесения в уголовный кодекс, да, статьи, по поводу именно рейдерского захвата. Потому что вот эти отдельные факты, которые, да, являются составной частью каждого рейдерского захвата, они не группируют и не дают возможности понять, что это именно рейдерский захват. Поэтому должна быть статья в уголовном кодексе в составе самых тяжких, я считаю. Спасибо. Я думаю, что правильное предложение высказано, тем более, что действительно много есть руководителей, бывших, действующих, тех, кто страдал или тех, кто сейчас страдает от воздействия рейдеров, всевозможного рода мошенников, так сказать, тех служб, которые на самом деле должны были бы вроде как защищать предприятие, а зачастую становятся участниками. Давайте соберем руководителей, можно через наших товарищей, да, на площадке, ну, посмотрим, там сейчас все еще действуют некоторые ограничения с круглыми столами, но уже, в принципе, получается проводить, может быть, на площадке государственной думы соберем, соберем предложение, как сформулировать вот эту возможную законодательную инициативу по изменению уголовного кодекса. Давайте, я думаю, что здесь как раз самое деятельное участие ваше было бы очень полезно, а мы готовы внести, если это потребуется. Значит, Анастасия Удальцова, активист, координатор Левого фронта, нашего ближайшего союзника Коммунистической партии по борьбе. Пожалуйста, Анастасия, прошу. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анастасия Удальцова. Я представляю движение Левый фронт и Московский совет. Мы поддерживали на выборах президентских Павла Грудинина и совхоза Ленина, у которого также сейчас рейдеры захватывают его совхоз, который мы прекрасно знаем и все любим. И два года мы боремся против этого рейдерства. К сожалению, не очень успешно, и потихонечку там бандиты все захватывают больше и больше. Почему? Здесь уже об этом только что рассказал товарищ Митрохин. И я хочу отметить, что пытались, конечно, сделать вид, что в законодательство вносятся какие-то изменения, сделали статью уголовную. Но эта уголовная статья была, конечно, не про рейдерство, а про то, что фальсифицируют документы. И знаете, какая там санкция? От 100 до 300 тысяч рублей, либо до двух лет лишения свободы. Мне кажется, с учетом того, что рейдеры будут зарабатывать потом на землях совхоза, на землях этой фабрики, будут зарабатывать миллионы и миллиарды, это настолько смешная санкция. Более того, ведь люди подставные туда двигаются для того, чтобы заниматься этим мошенничеством. И им наверняка отстегивает там нехило. То есть для них вот эти 100-300 тысяч там выплатить, и не такая уж эта серьезная статья, чтобы навсегда жизнь испортить. Поэтому, конечно, мы выступаем и поддерживаем инициативу того, что должна быть уголовная статья, причем с очень серьезными санкциями. И должно быть разработано законодательство так, чтобы рейдерские атаки можно было отбивать действительно на самом начале. И чтобы рейдерам даже в голову не приходило соваться туда, куда им не следует. Но есть еще и вторая сторона вопроса. Это застройка нашего города. Я живу в Ногатинском Затоне. У нас там через дорогу буквально от нашего дома на улице Речников был судостроительный судоремонтный завод. С советских времен. В 2013 году власть города решила этот завод вынести за черту столицы. Якобы там она продолжит работу. И в 2015 году начали это все, значит, зачищать. Теперь там элитный комплекс Риверпарк. Честно говоря, выглядит это все очень грустно, потому что дома стоят впритык друг к другу. Ну, в общем, вы все такие картины наблюдаете по всей Москве. Вон там уже дом начали строить. Я уверена, там тоже не будет ни скверов, ни парков. Они называют это элитной застройкой. На самом деле, я не знаю, для кого это строится. Кому нравится жить в таких условиях, где нет даже достаточно кислорода, где нет парковок, где нет нормальных детских площадок, нет каких-то спортивных сооружений. Вот у нас в районе нет ни одного бассейна. Обещали построить, выкопали котлован, 30 лет он простоял. Теперь там сейчас вот его начали зачищать, снесли забор. Я думаю, что опять туда натыкают домов вместо бассейна. Был бассейн в институте, его закрыли, говорят, нет финансирования. Но есть финансирование на то, чтобы нам натыркивать вот эти муравейники. Москва не выдерживает уже этого уплотнения, и мы с этим боремся. Нам в нашем районе, у нас был очень красивый зеленый райончик, и в нашем районе стали строить метро. Ну, кому-то еще там нравилось, что строят ветку БКЛ, хотя зачем нам там две станции, тоже непонятно. Но сейчас начинают строить уже вторую линию, не успев достроить одну. То есть люди уже два года живут там в грязи, в непотребстве. И сейчас эту грязь и непотребство хотят уже сточить. И стройка будет длиться еще лет 5-7, наверное. Вот против этого строительства, против вот этого насаждения вот этих муравейников, против уплотнения, против уничтожения нам нормальных человеческих условий жизни, мы тоже боремся. Поэтому у нас 4 апреля тоже будет встреча с депутатами, и я приглашаю желающих принять участие, приехать нас поддержать, как мы сегодня с Левым фронтом приехали поддержать вас, приехать поддержать наших соседей. Это будет 4 апреля в 13 часов, улица Затонная, дом 12, корпус 1, во дворе дома. Будем очень признательны. Спасибо большое. Спасибо, Анастасия. Значит, сейчас приглашается к выступлению Сергей Елисеев, юрист, адвокат, член Советского местного отделения партии. Пожалуйста, Сергей. По жилищным проблемам, жилищному рыберству. Здравствуйте, товарищи. Ну, я вижу, что здесь собрались неравнодушные люди. Многие бы хотели остаться дома, но здесь пришли люди, которые поговорят о тех проблемах, которые есть. По поводу рыберства. Надо вспомнить, что 30 лет назад у нас был референдум, на котором было принято решение, что сохранить Союз Советсоциалистических Республик. Было принято решение, что была бы должность президента СССР. И я считаю, что начиная с 91-го года уже было рейдиста, когда группа товарищей, которые нам не товарищи, взяли и разрушили нашу единую родину, раздробили ее, вот вам результат. Плюсы ли Россия обрела от этого развала Союза? Нет, конечно же. Я был в Узбекистане, в Узбекистане ездят только автомобили Chevrolet, русских машин там мало. Узбеки, которые работают у нас, они отправляют не рубли на родину, а доллары, то есть выигрывают США. На бытовом уровне, по поводу рейдиста, я хотел бы рассказать пример, когда есть результаты положительные. Вот, например, в Бирилево-Западе есть два многоквартирных дома, это Харьковский проезд, дом 7, корпус 1 и корпус 2. Там живут офицеры с членами семьи. Большинство им говорят о том, что это общежитие, хотя там две квартиры приватизированы. Вот в 2015 году приходит такая контора, как Федеральное государственное унитарное предприятие управления гостиничным хозяйством. Руководитель Сергеев. Что он делает в 2015 году? При том, что здание ему хоть в видне передавали общежитие, он, значит, вывешивает объявление о подъездах, что с 1 ноября 2015 года, это теперь гостиница маршал Бирилева, вызывает каждого офицера отдельно и заключает договор найма, под найма, где теперь, если, например, была однушка 800 рублей найм, он делает 9500 рублей. Двушка стоит только найм, 12300 рублей. То есть офицер отдавал последние деньги, чтобы за этот найм платить, и они мотивировали тем, что это наше здание, и мы, соответственно, будем вас коммерческий найм брать. Вот сейчас предыдущий директор мебельной фабрики сказал, это ненормально, так быть не должно. Вот у нас, общественная организация, ваше право, у нас есть Центр переуправления юстицией города Москвы. Мы с понедельника открываем свою приемную, это Варшавское шоссе, дом 72, корпус 3. И буквально где-то 2 года назад мы собрали списки офицеров, которые обратились в Глановой на прокуратуру по поводу этого безобразия. Результаты есть налицо. Вот, опять же, говорили по поводу членов других партий. Тоже с одной партии Чернышов Борис приехал с помощниками, покушал мороженки, никаких запросов не сделал, естественно. Реально помогли только от Рашкина Валерия Федоровича, обращение было, и от Никитиной. Результаты этого обращения я докладываю. Значит, в июне 2020 года 231-я военная прокуратура обратилась в суд с иском о том, чтобы этот коммерческий нам, который с людей собирали каждый месяц, каждый год с 2015 года, вернуть военным обратно. Решение это вступило в законную силу 28 декабря 2020 года. Вот в пятницу пришло ответ из военной прокуратуры о том, что исполнительный лист сдан, кунцевский исполнительный лист службы судебных приставов. Есть позитивы, когда люди настойчиво добиваются своего, а не добиваются своего. Это по поводу рейдерства. Сейчас наша задача, вот это федеральное государственное унитарное предприятие, которое не имеет лицензии на обслуженные коммунальные этих домов, изгнать из этих помещений вообще. Нам это удалось сделать в городе Анапа, улице Евскин, дом 9, корпус 2. Там люди собрали подписи и изгнали эту организацию. Сейчас там нормальная организация, которая получает найм по государственным ценам, и люди довольнее живут. Ну и обращаю внимание, вот мы говорим о том, что вот рейдерство и так далее, конечно же безобразие. Но я обращаю внимание, что безобразие-то у нас идут сверху. Вот сейчас офицеры к нам обратились, чтобы прекратить безобразие в плане дискриминации. У нас нормы установлены на предоставление жилья офицеров вооруженных сил России 18 метров, сотрудников прокуратуры 18 метров, сотрудников полиции, которые здесь 18 метров. А у чиновников администрации президента нормы вообще нет. Результат мы знаем, что отдельные чиновники получают на троих, вместо 54 метров квадратных, 308 квадратных метров площадь. Например, министр культуры Москвы, мы еще подали за москорейскую прокуратуру заявление о проведении проверки, как он на троих умудрился получить квартиру в 174 квадратных метров. Будет порядок в этом сверху, да, будет нормально жить и нам. Вот в пятницу у меня тесть, город Карачао, Брянская область, ездил в Брянск. Если раньше, допустим, у нас был роддом, лаборатория, мы могли сделать на родине КТ, УЗИ, то сейчас люди едут за 40 километров в Брянск, чтобы это сделать. То есть максимально разрушена вся социальная инфраструктура. Это к тому, что этот рейдерство идет у нас с 91-го года, когда эти товарищи разгромили нашу страну. Удачи нам! Вперед! Спасибо! 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 Все четко, правильно, по сути. К нам приезжают и товарищи из других районов Москвы поддержать нас. Активист района Измайлова Юлия Аверина, тоже по жилищным аферам, махинациям, рейдерствам. Пожалуйста! Спасибо! Что такое рейдерство? Каждый из нас слышит это слово с начала 90-х годов. Каждому из нас это рейдерство стучится так или иначе. На работе, дома. Все прекрасно знают, что такое квартирное рейдерство из телевизионных сюжетов. Эту тему умышленно раскручивают, пугая людей, заставляя их молчать таким методом, что каждый бьется сам за себя через суды, либо с юристами, которые заводят ситуацию в тупик. На высших органах власти были обозначены цифры, которые просто приводят в недоумение. Это до 7 миллионов бездомных в стране. В том числе бездомных через отъем жилья при помощи квартирного рейдерства. Банды, отнимающие жилье, развиваются. Припонов они не встречают. Вся Госдума, все органы власти завалены обращениями людей, которые пострадали от нападений на жилье. Но мы видим, что судят за нападение на жилье одну любовь Соболь. То есть я не знаю ни одного уголовного дела, которое возбуждено по нападению на жилье людей, у которых отнимается непосредственно единственное средство их жизнеобеспечения. Госдума молчит, депутаты молчат. Денис Андреевич, мы в очередной раз обращаемся к вам, чтобы вы по возможности подняли этот вопрос в Нижней палате парламента. Потому что ответственные лица, это Крашенинников, это Хованская, они умышленно не принимают законопроект, который как-то будет препятствовать захвату жилья через, в том числе, доля. Но про жилье и терроризм я могу говорить часами, потому что каждый день в России тем или иным методом людей обездомливают. Обездомливают в самой холодной стране мира, обездомливают вопреки традиционным, государственным, международным нормам, а не прикосновенности жилища. Банды, они так сформированы, что их начало уходит в высшие логичные власти. То есть мы видим какие-то фантастические дворцы, построенные в наше время на какие-то неимоверные суммы. И в то же время видим, как выбивают из единственных средств жизнеобеспечения в самой холодной стране людей, не давая им нормально жить, уничтожая не только жилье, но и жизнь людей. Вот недавно были правительские слушания по теме демографии, и ни один из спикеров в Госдуме даже не упомянул о том, что люди теряют жилье через кражу. Масса людей, миллионы людей. То есть эта тема умалчивается всеми по сговору между собой. Умалчивается чиновниками за деньги преступного сообщества. Потому что Денис Андреевич буквально единственная, надежда, остается на вас. Будем надеяться, что вы опубличите эти цифры и эту тему. Спасибо. Продолжаем, дорогие друзья. Сейчас я бы хотел предоставить слово помощнику депутата Московской городской думы Никите Нарибой Евгеньевне, первому секретарю советского местного отделения КПРФ Сергею Курганскому. Пожалуйста, Сергей. Здравствуйте, уважаемые соседи. Ну, вот, Сергей, спасибо, хорошо рассказал о том, как балуются с жильем офицеров бюрократии армейской в погонах. Я вам расскажу еще один случай. Тут, конечно, волосы стоят дыбом после того, что Юля рассказала. Ну, вот, еще один случай. Я приглашал сюда героя этого рассказа для того, чтобы он выступил, но он отказался и не приехал. Ему тяжело говорить. Честно говоря, и мне тяжело говорить. Поднимите руку, уважаемые соседи. Кому приходилось ночевать в машине? Да, есть. Кому приходилось ночевать на вокзале? В сложных условиях, которые не пожелаешь даже врагу. Я как-то три раза руку поднял. Я хочу рассказать вам о майоре полиции в отставке Владимире Плотникове. Он вместе со своей женой, со своей боевой подругой Ириной провел в машине, в собственной автомашине «Лада Ларгус» более 730 ночей. Более двух лет назад их выкинули из собственного жилья просто щелчком. Система проживала и выплюнула. Он не разгонял митингов. Он не лупил дубинками по башке корреспондентов. Он не винтил студентов и тех людей, которые выходят протестовать против беспредела, которые видят на улицах своих городов. У него не запотевало-забрало. Он не пинал женщину ногой в живот. Он обычный майор участковой с земли. Единственное, в чем он виноват. Он виноват в доверии к системе МВД, которая просто проживала человека и выплюнула на помойку. Не секрет, что многие идут служить в полицию именно для того, чтобы получить таким образом хотя бы какое-то жилье. Ну и здесь система, в которой Владимир служил с учетом коэффициентов более четверти века. Он отдал работе в этой системе, службе. И система прямо как вот, знаете, наперсточники в свое время были на вокзалах. Вот точно так же с ловкостью наперсточника система подсунула ему вместо служебной квартиры и договора социального найма из жилищного фонда МВД, ему подсунули обычную квартиру и договор коммерческой аренды. Он дослуживает, выходит на пенсию, договор аренды заканчивает свое действие, приходят его коллеги с запотевшими забралами и просто пинком выкидывают на улицу. Два года, два года человек ходит по судам из одной инстанции в другую, из другой возвращают в первую, кассация. Более того, на сегодняшний момент депутат Государственной Думы Валерий Федорович Рашкин подключился к этому процессу в прошлом году. До сих пор мы не можем получить ответ на простой вопрос, кому принадлежало это помещение на момент его передачи собственнику. Приходят какие-то левые люди из ДГИ, они даже вообще не знают, у них ни доверенности, ничего нет, ни документов на квартиру. Человек живет на улице в машине. Второй интересный вопрос, Денис Андреевич, его уже, наверное, будем пытаться решить с вами. Вопрос не менее интересный, а куда делась квартира из жилищного фонда МВД, которая должна была принадлежать, которая должна была быть выдана майору полиции, участковому Плотникову? Согласитесь, вопрос не менее интересный, правда? Его еще нужно будет задать. Юля о том, что рассказывала о жилищном рейдерстве, ну просто волосы дыбом стоят. Жилищное рейдерство, да, стало действительно серьезной проблемой наших крупных городов. Поставлено на поток, действительно банда, вы об этом слышали сегодня уже не только от меня, много от кого. Внимание к проблеме привлекают общественные активисты, такие как Юлия, которые выносят эту проблему в публичное поле и делают ее действительно заметной. На сегодняшний день активистами, которые плотно занимаются этой проблемой, ведь самое главное для решения проблемы, это ее схематизировать. И вот на сегодняшний момент выявлено более 16 типовых схем, по которым у людей отнимают единственное жилье. От этого страдают, рушатся семьи, рушатся судьбы людей. Они попадают под каток вот с этими бандами, их выкидывают просто на улицу. Они пополняют армию бездомных. 16 схем. Это говорит о том, что просто мы имеем дело с системой. А раз это система, значит нужна точно такая же системная борьба на уровне федерального законодательства. Раз известны схемы, значит компетентные органы, Следственный комитет должен разработать алгоритмы противодействия таким схемам. А депутаты Государственной Думы должны поставить заслоны, запреты на уровне федерального законодательства. Для того, чтобы такие схемы было либо невозможно провернуть, либо это было настолько сложно, что овчинку уже просто не стоит выделки. Срок полномочий нынешней Государственной Думы заканчивается в этом сентябре выборой. Но мы с вами можем обратиться к наказам, с наказом к депутатам Государственной Думы, Денису Андреевичу Парфенову, чтобы они обратились к следующему составу Государственной Думы для того, чтобы проблеме рейдерства на уровне федерального законодательства, жилищного рейдерства, было отнесено самое серьезное внимание на федеральном уровне. Вы с этим согласны, уважаемые товарищи? Да, доброе, это большинство. А теперь, просто я не понаслышке знаю, что депутаты от нашей фракции, от КПРФ, на уровне Москвы, Зубрилин, Тарасов, Зюганов, депутаты Государственной Думы, Парфенов, Рашкин, неоднократно уже обращались с подобными инициативами, но, как всегда, что-то шло не так, потому что это что-то сегодня занимает так называемое конституционное большинство в Московской городской думе и в Думе федеральной, в Думе государственной. Пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что в этом сентябре пройдут выборы в Государственную Думу. Скажите, вам нужны депутаты, которые голосуют как марионетки по указке властей сверху? Нет. Вам нужны депутаты, которые будут не просто решать федеральные проблемы, а те люди, которых вы будете видеть у себя в районе, в округе. Вы будете знать, что они решают ваши проблемы, проблемы округа, проблемы города, проблемы федеральные. И это зависит от вас, от вас, от вас, от вас, от тех, кто сейчас смотрит трансляцию или прочитает о ней завтра. Важно сейчас не просто прийти на выборы Важно донести важность прихода на выборы до своих соседей, друзей, родственников, коллег по работе Сейчас вопрос ставится именно так Именно массово мы должны прийти, сделать свой выбор Сделаем свой выбор в сентябре Состав следующей Государственной Думы зависит только от вас И не правда, что от нас ничего не зависит У меня все, спасибо соседям Спасибо, Сергей Я бы хотел пригласить для того, чтобы сказали несколько слов Активистку района Котловка Инну Николаеву и юриста Федора Левого Есть, товарищи? Присутствуют? Подходите, пожалуйста Давайте как-то, может быть, по очереди Только единственное, кто первый из вас будет высказываться? Да, Федор, вы первый Тогда, пожалуйста, поднимайтесь Чтобы всем было хорошо видно, слышно Сначала вы несколько слов и затем Товарищи, добрый день К сожалению К сожалению, проблема Передела захвата чужой собственности Она касается не только коммерческих предприятий Но и самого святого Что есть для нас Это наших детей В частности, проблема Детского дошкольного образовательного учреждения 2007 Которая входит в состав школы 45 Имени Мельграмма Алчные щупальца Чиновников отправительства Москвы Дотянулись уже и до детских образовательных учреждений Данное учреждение в 2018 году было закрыто По официальной версии На капитальный ремонт В связи с тем, что Конструкции И сети Значит, инженерные сети этого предприятия Дошкольного Износились и подлежат капитальному ремонту Значит, срок Который был обозначен Для разработки проектно-сметной документации Он был установлен еще в 2020 году В третьем квартале По многим обращениям В правительство Москвы В департамент образования Приходили просто отписки Что проектно-сметная документация В процессе разработки Что дети, которые требуют Требуется Присутствие в образовательных учреждениях Все обеспечены местами На самом деле это не так Очереди как были, так и есть Данное еще хочу обратить внимание Предприятие дошкольное обслуживало Не только район Котловка Оно обслуживало и прилегающие районы Академический и Донской Так как в данном образовательном учреждении Находились дети Требующие повышенного к себе Отношения и внимания Но руководство школы 45 В лице Шнейдера К сожалению Этой проблемой не озадачилось Вернее озадачилось В каком-то своем, видимо, другом интересе Потому что до настоящего времени Работы по ремонту Этого образовательного учреждения Не ведутся И более того Проектно-сметная документация Еще не разработана Работы по ремонту данного учреждения Должны были начаться Еще в 2020 году В связи с этим Хочу Передать официальное обращение Депутата На предмет проверки Деятельности Руководства школы номер 45 По разработке проектно-сметной документации Так как они являются ответственным заказчиком И по проверке Ну, наверное, я не знаю Здесь уже Самого проведения конкурса На разработку проектно-сметной документации Потому что Разработка проектно-сметной документации В течение трех лет Это нонсенс То есть В нашем городе строится масса новых школ А разработать проектно-сметную документацию Чтобы устроить конкурс на капитальный ремонт Три года Это ненормально Чиновники от департамента образования Видимо, в этом проблемы не видят Или видят какие-то свои личные интересы В том, чтобы данное школьное учреждение Дошкольное Не работало Ну, у меня, в принципе, кратко все Спасибо Хорошо, спасибо Принимаем ваше обращение Пожалуйста, подходите Не стесняйтесь Да, Инна Вы у нас тоже записаны Принимаю Вместе с товарищем врач Тогда будем отрабатывать Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Инна Николаева Я мама двух детей Которые посещают Доскольные и школьные учреждения В ЮЗАО В том числе в районе Котловка Могли бы посещать Если бы у нас Был детский садик Хотел бы дополнить Федора Левого Который на протяжении всех этих Нескольких лет С 2018 года Поднимает эту проблему Помогает готовить обращения Обрабатывать эти обращения Складировать эти отписки И эту проблему Как-то держать в информационном поле Что я хотела добавить от себя Я хотела бы рассказать о том Что мы потеряли детский сад Действующий Как раз в результате Оптимизации Которая открыла ворота К тому, что у нас здание Можно вот так просто закрыть Под любым предлогом Вот, например Оптимизировали здание Укрупнили его И решили, что, например Какое-то здание Может быть лишним И, как наш детский сад На Севастопольском 12А Закрыть А этот детский сад Был уникальным Это логопедический детский сад Для детей С нарушением развития речи Его посещали дети-инвалиды Дети со специальной Психолого-педагогической медицинской комиссии Дети, у которых были какие-то речевые проблемы То есть это была целая, полноценная Система помощи детям И мои дети стояли в сад В электронную очередь В это учреждение И даже немножко смогли его посещать Но, к сожалению, в 2018 году Это здание было закрыто Под найденным предлогом якобы капитального ремонта Хотя мы, честно говоря, не увидели Как родителей детей, которые посещают это учреждение Мы не увидели никаких документов От руководства вот этой школы 45 имени Миллиграмма Собственно, что я хотела дополнить К всему этому процессу Трех лет обращений, отписок В том, что Нас, как родители, как жители Как граждан этого государства Практически Поставили перед фактом Что наш сад нелентабельный То есть у нас сад, оказывается Государственное учреждение Бюджетное, на балансе города Это какой-то ларек С овощами, в котором овощи плохо подаются То есть наших детей практически Сравнили с, не знаю, с огурцами в банке И просто взяли и закрыли это здание На фоне всего этого Нарушения права детей В том числе, которые по Дом по праву в Конституцию Достояние нашего государства Да, это все выглядит очень децемерно Управа района Котловки Нам рассказывает про 14% свободных мед в садиках Это вот по итогам 2019 года Хотя вот фактически у меня данные о том Что наши родители стоят в электронной очереди Там 300 какие-то, 500 какие-то И не могут в детские сады попасть Практически до момента выступления возраста Уже когда дети идут в школу То есть дети в 5 лет, в 6 лет Все стоят в этих очередях И мне предоставляют место в детских садах При этом у нас стоит Практически на 200 человек здание На Севастопольском проспекте Которое уже 3 года Просто мы не понимаем, что с ним происходит В данный момент Мы, конечно, пришли сюда С целью все-таки В информационном пространстве поддерживать Активность Потому что мы заинтересованы в том Чтобы в район вернулось это здание В работающем, полноценном, функционирующем состоянии Чтобы дети туда могли ходить Получать все услуги И чтобы все-таки у нас социальная политика Не была задвинута Не знаю, как ларек с овощами Даже на задворки какие-то И чтобы детей наших не сравнивали с овощами Наши дети, как и граждане Как и семьи многодетные Как и родители детей, инвалидов Все имеют право на место в детском саду Вот откройте наш детский сад, пожалуйста Спасибо, спасибо, дорогие друзья Да, социальная сфера, к сожалению Все в последнее время подвергалась сокращению Оптимизации Это уже стало ругательным словом практически И многие от этого пострадали Этому, конечно, пора положить конец И развернуть этот процесс вспять Федор Скляр, активист района Нагорной Присутствует? Да, пожалуйста, подходите А, давай, поднимайтесь Да Прошу Добрый день, дорогие друзья Я житель Нагорного района Скляр, Федор И мы находимся в достаточно такой горячей точке Потому что рядом с этой проблемой Есть еще другая проблема Которая доставляет много неудобств Жителям близлежащего И Нагорного, и Котловки Это стройка около метро Инград Немного расскажу об истории Вот мы сейчас здесь стоим В флаге КПРФ И я вспоминаю, как в 2018 году При поддержке КПРФ Мы проводили несколько митингов В защиту наших прав Чтобы здесь Как по городостроительному плану У нас был ФОК Спортивный комплекс Вообще Нагорный Это такое место Которое Которое могло стать Спортивным районом Вообще Таким спортивным отклавом Москвы Но, как вы понимаете Никакого ФОКа Никакого спорта Нет Но зато у нас есть Огромные башни Собственно Были публичные сочни Которые прошли при нарушении С большим количеством нарушений И сейчас мы имеем то, что имеем Стройка идет Нам обещали дома по реновации Но ни одного дома по реновации нет Там 4 дома коммерческого жилья Огромные башни Более того Это по документам 4 дома А по факту все 6 Вы сами можете это наблюдать Когда пойдете к станции метро Если здесь есть гости нашего района Но проблемы с этой стройкой Для нашего района не закончились Эта стройка ведется круглосуточно Дорогие друзья И обращаю ваше внимание Она ведется круглосуточно Это скрежет Это долбежка Это засветка Близлежащих домов Людям элементарно не дают спать И это проблема С которой вот сегодня К счастью Удалось жителям обратиться И вот я Дорогому Денису Андреевичу передал Пакет с подвисами наших жителей Более того там еще Подписи жителей Котловка Потому что это проблема Не только Нагорного района Но и Котловки И здесь ранее выступал Сергей Курганский Наш товарищ из Котловки Который Также Неравнодушный И также борется Мы вместе боремся И только вместе мы можем Победить Только количество Сплоченность Взаимная поддержка И дай бог нам Победить Спасибо Спасибо Федор Да Ваше обращение я принял В нем вполне я считаю Разумные адекватные требования Изложены Давайте поддержим вас Все необходимые запросы Я тогда на следующей неделе Подготовлю Отправим Ну что ж будем Что называется Дисциплинировать застройщиков Приводить ситуацию в порядок И Ну добиваться Чтобы они соблюдали Все необходимые нормы И как можно меньше мешали Жителям Вашим соседям Людям Да Договорились Хорошо Значит уважаемые друзья Да у нас в принципе Основная повестка Завершается Значит я сейчас попрошу Сергея Курганского Еще раз Подойти к нам Куда-то он Пошел в народ Все вернулся Хорошо Значит Попрошу озвучить Тогда текст Проекта Заявление Нашего с вами Да Тут предварительно Поступил ряд Предложений Заявление Участников встречи Если будет на то Ваша воля Поддержите Это будет Вашим своеобразным Наказом Нам Для дальнейшей работы А после этого Я вас попрошу Еще пару минут Не расходиться Там потом Татьяна Ивановна Ну в общем Сделает объявление И мы Запишем Короткое Полезное видео Пожалуйста Поднимайся Сергей Прошу Еще раз Здравствуйте Уважаемые соседи Нет Рейдерским захватом Предприятий Москвы И Подмосковья Заявление Участников Встречи С депутатами Коммунистами Что объединяет Совхоз Продуктовый рынок Мебельную фабрику Все они Стали возможными Объектами Для рейдерских Захватов Которые наносят Серьезный ущерб Собственникам Трудовым коллективам Производству И региону В целом В лихие 90-е Эпоху Малиновых пиджаков Характерной Чертой Жизни Россиян Стали рейдерские Захваты Незаконный Отжим Облюбованной Собственности По беспределу Сегодня Рейдерский Бизнес Поставлен Уже на поток Как инструмент В руках Господствующих На рынке Хозяйствующих Субъектов В отношении Их конкурентов А также Как формы Репрессии Со стороны Властей И мести Со стороны Властей По отношению К левопатриотической Оппозиции И эффективно Работающим Народным Предприятиям По данным СМИ И только в Москве Были уже захвачены Здания Гипрахима Редакции Газеты Новое Время ЦКБ Связь ЗАО Инфико ООО Металист ЗАО Макт На Дмитровском Шоссе И десятки Других Объектов В России За годы Капиталистического Реванша Закрыто Более 35 тысяч Крупных И средних Заводов В то же время Страна лишилась Более 40 тысяч Крупных Сельскохозяйственных Предприятий И производств Ярчайшим Примером Является Судьба Совхоза Имени Ленина На которой Развернута Впечатляющая По масштабам И своей Подлости Атака Под угрозу Уничтожения Предприятия Которому Более 100 лет Совхоз Руководитель Которого Павел Грудинин В 2018 Году Был Кандидатом На пост Президента Российской Федерации И получил Поддержку Более 9 миллионов Избирателей Прошел К настоящему Моменту Все это происходит На фоне Бравурных Заявлений Представителей Высшей Власти О поддержке Отечественного Сельскохозяйственного Производителя На деле же Вместо Поддержки Передовой Во всех Отношениях Предприятия Продукция Которого Востребована И пользуется Заслуженным Авторитетом В Москве И Московской Области Получает Только палки В колеса Налицо При этом Сращение Воедино Интересов Экономических Рейдеров Недобросовестных Предпринимателей Прогнивших Политиков Стремящихся Обанкротить И уничтожить Совхоз Имени Ленина С ангажированным Чиновничеством При этом Рейдерские Действия И попытки Захвата Совхоза Имени Ленина Дискредитируют Прошедшие В 2018 Году Президентские Выборы В работе У рейдеров Целый ряд Схем От силовых Захватов В стиле 90-х До квазизаконных Процедур И прикрытия Погонами С большими Звездами Часто Используется И комбинация Самых разных Методов По данным Национального Антикоррупционного Комитета Ежегодно В России Происходит Порядка 700 тысяч Рейдерских Захватов С успешным Исходом То есть Ситуаций При которых Рейдеры Завладевают Бизнесом Активом Или имуществом Компании Вот уже Более двух лет Мебельная фабрика Айвори Находится в состоянии Обороны От захвата Захват Как и в случае Совхозом Имени Ленина Производится С целью Передачи земли Под элитную Застройку Рядом С территорией Фабрики Напротив Находится Городолыжный Склон Кант Днем и ночью Здесь идет Строительство Жилого комплекса Компании Инград Москвичам Не нужно Объяснять Что такое Строительство В исторически Сложившихся Районах Приводит К последующему Жесткому Уплотнению Населения Районов В частности Нагорного И Котловки Транспортной Ситуации Обеспеченности Инфраструктуры И так далее Сегодня Мы пришли сюда На территорию Предприятия Для того Чтобы встретиться С депутатами КПРФ В Государственной Думе И потребовать Прекратить Произвол И попытки Рейдерского Захвата Предприятий Так называемой Самозванной Элиты Возомнившей Себя Хозяевами Жизни Мы справедливо Считаем Что Россия И ее столица Москва Наш общий дом А не вотчина Олигархической Верхушки И коррумпированных Чиновников А все Что есть В стране Дело рук И труда Народа Рейдерство Как социально-экономическое Явление В современной России Лишает Город производства Лишает Трудящихся Рабочих мест А страну Доходов И конкурентоспособности Экономики А рейдерство Квартирное Лишает Людей жилья И увеличивает Массу бездомных В нашей стране Это системная проблема Которую необходимо Так же Системно Решать на уровне Федерального Законодательства Сегодня мы Передаем Наказам Избирателей Депутатам Фракции КПРФ Государственной Думе Обращение Пострадавших От рейдерских Захватов И просим Оказать Всю возможную Помощь В решении Их проблем Когда гражданин Или предприятие Становится Жертвой Рейдерского Захвата Жилища Активов Собственности Тяжелее Всего Осознавать Что ты Один Перед лицом Организованной Преступной Группировки Зачастую Имеющие Покровителей С самыми Высокими Погонами Наказом Избирателей Депутатам Государственной Думы Станет Просьба Организовать На базе Политической Партии КПРФ Ее фракции В Государственной Думе Антирейдерский Комитет Москвы Рейдер Нет Люди Будут знать Что они Не одни Перед лицом Проблемы Что есть Сила Готовая Помочь И поддержать Их В противодействии Атакам На их Жилье Активы Собственность Мы просим Обратиться К следующему Составу Государственной Думы С требованием Обратить Самое Серьезное Внимание На проблему Рейдерства Такие законы Нужны Сейчас Стране Просим Поддержать Наши требования И во весь Голос Заявляем Нет Рейдерским Захватом Руки Прочь От народных Предприятий Народным Предприятиям Реальную Государственную Поддержку Нет Капитализму Да Социализму Москва 27 марта 2021 года Так Уважаемые Друзья Если Вы Поддерживаете В целом Текст Данного Заявления Участников Прошу Проголосовать То За Поддержите Немножко Пусть Представите Средства Массовой Информации Зафиксируют Наши Единодушия Спасибо Да Если Против Нет Все Тогда Пронимается Единогласно Спасибо И Пожалуйста Десятая Татьяна Ивановна Первая Секретарь Севастопольского Партийного Комитета Сейчас Делают Небольшое Объявление Потом Мы Снимем Буквально За 2 минуты Короткий Видео Отрывок И На этом Завершим Пожалуйста Спасибо Десятого Татьяна Первая Севастопольского Райкома Который Граничит С райкомом Где Сергей Борисович Является Первым Секретарем Поэтому Вместе Проводим Много Совместных Акций Будем Проводить Но Сегодня Хотелось Вас Поприветствовать От лица Коммунистической Интербригады Нашего Московского Горкома КПРФ Там Где Наша Интербригада Там Обязательно Флаги Там Обязательно Интернационализм Поэтому Сегодня Кто Знает Чей флаг За моей Спиной Куба Правильно Спасибо Товарищи Когда Мы Сегодня Говорили О теме Рейдерства Чем Больше Людей Как Мы С вами Соборились Осознаем Что Это Норма Жизни Общества Капиталистического Тем Быстрее Наверное Легче Будет С этим Бороться Неотъемлемая Часть Другое Что Допустим Там Называется Это Поглощение Слияние Какая Разница Другими Словами Но Это Основу Жизни Капиталистического Мира Устройства Поэтому Мы Как Коммунисты Конечно Выступаем За принципиально Другое Общество Наш Интербригада Имеет Возможность Общаться Со многими Коммунистическими Рабочими Партиями Во всем мире Их Сегодня Больше 120 Мы Народ Выходит На улицу Все Больше И больше Люди Рабочий Класс Осознает Себе Как Пролетариат Который В состоянии Изменить Эту Систему Вот Возьмите Допустим Чили Миллионы Людей Выходят На улицу Но Ведь ситуация Очень похожа На нашу У нас Газ Нефть Вернее У наших Олигархов Скажем Так Не у наших Олигархов А у них Медные Рудники Поэтому Вся Прибыль Торговля Медиа Идет В частные Руки Образование Сегодня В Чили В 10 Раз Дороже Чем Англии В 16 Раз Дороже Чем А Франции И доступно Практически Единицам То есть Человек Берет Кредит И потом Всю Свою Жизнь Расплачивает За то Что Когда-то В молодости Получил Высшее Образование Тем Не менее Люди Выходят На улицу Против Этой Системы Прекрасно Понимая И увязывая Вот эти Процессы Образования Обучения Медицины Бесплатные И так далее Их разгоняют Газометами Водометами Под помимо водометов Да Вот вы знаете Когда строя Просто сбивает Человек Он так вот Катится По асфальту Есть еще Газами Вот Эта специальная Машина Которая Так вот Во все стороны Распыляет Слезоточивый газ Тем не менее Люди Это не останавливает И как же Хорошо Тем странам Куба Вьетнам Лаос Корейская У руля партия Которая Заинтересована В том Чтобы защищать Интересы Трудящихся Мы можем Конечно Обращаться К нашим Депутатам Вы себе Не представляете Каких Немоверных Усилий Стоит Нашим Депутатам Работать С этими Запросами Работать Над поправками Законодательства И для того Чтобы любой Закон Который Выдвигают Коммунисты Вышел бы На Голосование Он сначала Должен быть Одобрен В комитете Профильном Уже на этом этапе Заворачивают Все инициативы Которые Выдвигает Коммунистическая Партия Российской Федерации Не говоря уже О пленарных заседаниях Где могут Приниматься Какие-то решения Поэтому пока Мы не осознаем Что Надо менять В принципе Всю систему Отдельно Взятые запросы Конечно Наши товарищи Будут бить Но Картину эту Не изменит Будет только хуже Вот поверите мне Будет только хуже Поэтому Мы сегодня Конечно Поддерживаем Те страны Которым В принципе Проблемы не веду У меня очень большая просьба Вот сейчас Не расходиться Знаменную группу Я попрошу Вот здесь построиться И Денис Андреевич Как депутат Зачитает обращение Поддержки Солидарности С кубинским народом Которым Немоверно сложно Пришлось Когда Горбачев Их продал И предал Люди буквально Ели жареные Банановые листья С утра и до ночи И запивали водой С сахаром Благо с сахарным тростником У них проблем не было И тем не менее Народ выжил Зарплата учителя Стоила примерно Столько Сколько кусок мыла Никто не говорит Что сейчас Там полностью Решены все проблемы Но там Самая лучшая медицина Самое лучшее образование Одно из самых лучших В мире И страна уверена Идет Твердый поступ На встречу Строительско-социалистического Общества Поэтому Было время Когда мы их поддерживали Сегодня Они нас поддерживают Ну и поэтому Вот мы сегодня Проходим международный день Солидарности С кубинским народом Против блокады Вы знаете Что уже несколько лет Американский империализм Осуществует блокаду Этой страны Поэтому Просто Несколько слов Нашим кубинским товарищам И сегодня Это уже будет у них Потому что По всему миру Это проходит И просто Нашим товарищам Из Кубартии Куба Это будет приятно Спасибо Товарищи Спасибо Тогда просьба Знаменосцев наших Стать Поближе к народу Что называется Да Оператора Вот В эту сторону Переместиться Сейчас я зачитаю Небольшой Да Текст Небольшое сообщение Знак солидарности С нашими Кубинскими друзьями Так Как мы будем готовы Тогда Скажи пожалуйста А? Ну Давай Поверни немножко Ты просыпаешься На микрофон Направить Будет фонить Поправь На оператора Тогда Или на народ Обратно Все Давай Спасибо Итак Мы готовы? Хорошо Дорогие Кубинские Товарищи Мы заявляем О своей Солидарности С народом Революционной Кубы Который Подвергается Жесточайшей Экономической Торговой И финансовой Блокаде Со стороны Американского Империализма И его Приспешников Цель этой Блокады Поставить на колени Всех Кубинцев Заставить их Отказаться От власти Трудящихся Достигнутых Социальных Завоеваний От права Самим Решать Судьбу Мы полностью Поддерживаем Кубинский Народ Который Под руководством Коммунистической Партии Строит Общество Равенства Справедливости И уважения К человеку Труда Наше решительное Требование Положить Конец Блокаде Кубы От всей души Желаем Кубинскому Народу Победы В его справедливой Борьбе За будущее Своей Страны Ура Вива Куба Вива Куба Вива Куба Спасибо дорогие друзья Спасибо всем кто был сегодня с нами Кто принял участие в нашей встрече Всем кто неравнодушен Всем кто Будет Бороться и дальше За свои права За право своего ближнего На достойную жизнь Мы понимаем что это путь Тернистый Путь Неблизкий Но тем не менее Только он Способен дать Действительно шанс В нашей стране на достойное будущее Поэтому еще раз огромное вам спасибо Всего вам доброго До новых встреч